Весной 2022 года компания Renault буквально бросила свой московский завод Renault России. Там прежде делали кроссоверы Duster, Captur и Arkana, а также родственные Nissan Terrano. Отрезав поставки импортных запчастей, французы вдобавок удалили фирменное программное обеспечение со всего производственного оборудования. А без оригинального софта конвейер стал грудой дорогостоящего, но бесполезного железа. Но вместо того, чтобы закрыть предприятие, его передали правительству Москвы. Куратором выступил КАМАЗ, который отыскал производственного партнёра — китайскую компанию Jack. Та, в свою очередь, дозволила наладить выпуск компактного кроссовера JS4. Так появились бензиновый «Москвич-3» и электрический «Москвич-3Е». Поначалу машины собирали по самой простой технологии ДКД, для чего была оборудована временная стапельная линия всего лишь из 16 постов. В Китае автомобили разукомплектовывали, снимая силовой агрегат, подвески, выпускную систему и бензобак. А в Москве весь этот набор монтировали обратно. В прошлом году сборку перевели на основной конвейер. А сейчас случилось главное — освоение сварки. Все штампованные детали пока имеют китайское происхождение, но теперь отличаются усиленным антикоррозийным покрытием. Кроме того, в компании обещают локализовать, часть штамповки на территории России. Логистические затраты на доставку машинокомплектов сократились на четверть. Однако полный цикл потребовал установки новой роботизированной сварочной линии, а также найма от 490 новых сотрудников. Количество сборочных компонентов при производстве выросло до 900 против прежних 50. Для окраски удалось запустить реношные камеры. Приятным бонусом стала возможность делать двухцветные с чёрной крышей кузова. Пока полноцикловыми стали только кроссоверы Москвич 3, а лифтбеки Москвич 6 делают по прежней схеме. Между тем уже скоро моделей будет три. Притом третьей, вопреки первоначальной информации, окажется большой паркетник Москвич 8. Это одноклассник Киа Сорента, который также имеет поднебесные корни, так как исходником выступил Джак Сихао Х8+, образца 2022 года. А поскольку прототип имеет только передний привод, то наша восьмёрка тоже будет моноприводной. Под капотом пропишется связка из турбомотора от дачи 174 силы и семиступенчатого преселективного робота. Другие подробности последуют позже, так как старт производства назначен только на конец этого года. Продолжение следует...